Все равно такой ужас обуял, они выскочили как пробки из шимпанска из этого погреба. Зато как интересно! Как нельзя? Отчего? От немец. Тут был мост, по которому Гитлер въезжал в Брестскую крепость. Люблю грозу в начале мая, а как насчет града? В середине этого теплого месяца град едва не выбивает лобовое стекло. Мы едем на остров Пограничный в Брестской крепости. А здесь поставили декорации, вот убойник обстроил там церковь, то есть все, пожарный пограничный, как основные съемки в 2009 году происходили здесь, на этом поле. Фильм-то известный, а нас интересует менее известный остров Пограничный. Что ж, пойдемте смотреть. Паспортный контроль, мост, охраняемый пограничниками. И вот он остров, 46 гектаров, и мало-немало, но около 30 объектов сохранилось. Здесь несколько дней назад нашли мины. День назад я был на экскурсии, значит, нашли в корнях дерева одну минометную мину. Земля нашпигована до сих пор боеприпасами времен Второй мировой войны. И, внимание, нам тоже удалось кое-что найти, но об этом позже. Большое количество боеприпасов хранилось вот в этом пороховом складе. Было это, конечно, давно. Склад построен в конце 19 века. А вот следы от пуль. По словам очевидцев, здесь, около этих стен, фашисты расстреливали красноармейцев. Войдем внутрь, но при одном условии. Лучше ходить все вместе. Одному лучше не ходить. Была у нас история, когда у нас экскурсовод, и у него на экскурсии была москвичка одна. Ну, вот вдвоем они зашли в погреб, он, значит, рассказывал экскурсию, а потом говорит, слышим тоже шаги. И такой холод дикий повел. А он, парень, далеко не трусливый. И говорит, но все равно такой ужас обуял. Ему выскочили, как пробки из шимпанска из этого погреба. А то, как интересно! Через левый сквозник мы с вами пройдем внутрь. Смотрите, вот здесь кирпич 80-х годов, а это уже бетонное усиление 1912-1913 годов и вентиляционный коридор. Вот здесь в погребе хранились 7000 кудов короха, ну, то есть почти 120 тысяч килограммов короха. На стеллажах, в бочонках, потом были перепасы здесь хранились. Здесь сохранилось даже дерево царского времени, видите, и тоже бронзовые петли, про которые мы говорили. Только что стекло здесь ставилось, да, и снаружи... У тебя бронзовые петли побелены, да? Да. Побелили их? Угу. Тут у нас тоже летучие мышки зимовые сидят. А после войны здесь был холочной петли склад. Смотрите, какой слой бетона над нами. Поэтому даже в наше время далеко не каждый снаряд и бомбу может бомить пороховой публик. Покажу, как она работает. И вот так, видите. Все. Можете открыть. Так, все. Все. Пойдет. Рука. Остров пограничный. Угадайте с трех раз, почему он так называется. Да потому что граничит с Польшей, контрольная следовая полоса, колючка. Все. Можно увидеть, даже рукой подрогать. Хотя правила посещения острова запрещают это делать. Это фотография в Первую мировую войну сделана немцами. И остров за левым берегом Буга находится. Так называемое Тересковское укрепление. Одно из четырех укреплений Брестской крепости. Чтобы центральные укрепления не находились на расстоянии прямого пушечного выстрела, их нельзя было расстреливать практически в лоб, в 1939 году советские военные схитрили, разделяя Польшу и проводя границу, а граница должна была пройти по Богу, засыпали русло и пустили реку по обводному каналу. Таким образом отодвинули границу и остров пограничный стал советской территорией. Вот Тересковские ворота с другой стороны Буга. Тут был мост, кстати, по которому Гитлер въезжал в Брестскую крепость. Вот Гитлер именно оттуда с Тересполя ехал. Он ехал с оленей в одной машине. Мы с вами вот здесь стоим. И вы видите мост, когда-то был висячий проволочный. Мост этот обошелся когда-то в колоссальную сумму почти 100 тысяч рублей. Для середины 19 века огромнейшие деньги. Сохранились и другие приметы 19-го, начала 20-го века. В общем, царских времен. Видите, механизм шлюзовый. Как он выглядел на 1876 год. Царская площадка сохранилась. Перила начала 20-го века. Кованные. Лепнина на стенах, естественно, современная. То ли советская, то ли из новейшей истории белорусской. Небось, какой-нибудь дембельский аккорд. А вообще-то здание построено в 1902 году. Причем, посмотрите, здесь было и канцелярия, и казино. Помещение для фотографов было. Кухня, столовая. Здесь был штаб воздухоплавателей. Помните, мы об этом уже рассказывали, изучая 5-й форт. Кто не видел сюжет, посмотрите на канале. В музее 5-го форта рассказывается о подразделении воздухоплавателей, которое располагалось в Брестской крепости. Были дирижабли, воздушные шары, голубиная почта. На пограничном острове сохранились интересные объекты, связанные с технологией воздухоплавания. Хранилище для серной кислоты. Серная кислота со стружкой давала газы, которыми наполняли шары. И вот здесь, видимо, была шарная швальня. Шивали шары. Так, где-то здесь пороховой склад должен быть уникальный. Ну что, пытаемся найти его. Пороховой погреб 1861 года постройки. Не перестроен. Аутентичный, как сказали бы сейчас. Старые надписи, характерная для того времени кирпичная кладка, но мы ищем артефакты Второй мировой войны. Это правый сквозник. Здесь мы надеемся найти гильзы. Вот тут, судя по всему, была огневая точка. Фашист отстреливался. И еще до сих пор можно найти гильзы. Подсвечит кто-нибудь или нет? Опа! Это немец. Вот такая гильза. Гильзы от какого оружия? От морозия. Карабин. От карабина. Заглянем в основное хранилище. Судя по всему, после войны тут был склад ГСМ. Горящий смазочных материалов. Советский солидол. Какой качественный, густой, а? Шутка. Кто-то лопаткой пользует этот солидол. Объектов на острове, повторюсь, около 30. Есть другие парковые склады, а вот, например, баня. Можно посмотреть контрольно-садовую полосу и польский пограничный знак. Но нас попросили его не снимать. Польская граница в двух шагах. Так что побывайте на острове пограничном, если соберетесь в Брестскую крепость. Но, напоминая, экскурсию нужно заказывать заранее. Ставьте лайки, подписывайтесь на мой канал и всего вам доброго! Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!